Музыка Когда вода покрывает насыпь, проезд запрещен. КОНЕЦ КОНЕЦ Кто-нибудь из вас поможет мне? Привет! Привет! КОНЕЦ КОНЕЦ Самое главное, что она хотела меня. Прекрати. И это произошло здесь, на кухне. Энни, мне очень жаль. Мне так жаль. Иди спать, Рик. Иди спать. Ты точно знал, что делаешь? Я просто дурачился. Нет, ты пытался вывести меня из себя. Ты думаешь, что это? Это к чаю. Рик? Ты проснулся? Вера. Вера. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. От кого это? Вот еще, Марк. Кенни, ты будешь с Сантой. Почему именно я? Я знаю, что тебе это нравится. Имена там. Все в курсе? Кенни Санта. Скидываем все по 10 фунтов? Да. Подходите, не стесняйтесь. Это Билли. Многие с ним уже знакомы. Офицер Беллингтон. Он отдан в аренду уголовному отделу на месяц. Попросился к нам. Я хочу учиться у лучших. Тебе нелегко придется. Босс, босс, вам звонит старший офицер Уоткинс. Старший офицер? Что же он хочет? Пойду поговорю с ним. А ты тяни записку. Не стесняйся. Одолжил костюм у отца? Нет, у брата. У меня к тебе важное дело. Тебе потребуется молоко, две чайные ложки сахара и пакетик чая. У нас труп на Святом Острове. Труп? В чем причина? Самоубийство через повешение. Мы немедленно выезжаем туда. А откуда известно, что это самоубийство? У нас нет оснований считать иначе. Покойный Рик Келсел. Известный человек. Значит, пресса примчится. Да, но мы не должны отвлекаться и делать свою работу. Я всегда так делаю. До свидания. Итак, внимание. Необъяснимая смерть произошла именно на Святом Острове. Возможно, самоубийство. Уоткинс хочет, чтобы мы взяли это дело на себя. Должно быть какая-то шишка. Рик Келсел. Разве он не потерял работу недавно? Разве не он потерял недавно работу? Я смотрел его программу о путешествии. И кулинарный сериал. Вот, нашла. Келсел ушел после обвинений в сексуальных домогательствах. Это мотив для самоубийства. Первый урок. Не делай поспешных выводов, пока мы его не увидели. В противном случае, очевидные подсказки могут быть упущены из виду. Уровень воды высокий. Мне нужно взять лодку. Эйден, переправь туда мою машину и возьми с собой Паулу. Не поцарапай ее и аккуратнее со сцеплением. Не нарвись на штраф. Доброе утро, Джек. Я по поводу трупа. Я офицер Вера Стенхоуп. Я Анна Лейдлер. Заходите. Я обнаружила тело. Должно быть, для вас это был шок. Вы знали покойного? Да, он был моим хорошим другом. Мои соболезнования. Вы можете показать мне его? Конечно. Он в спальне. Попрошу никого не расходиться. Кто-нибудь из вас заходил к нему? Нет. Было очевидно, что он мертв. Спасибо. 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 Девушки отдыхают. Вы его видели? Похоже, повесился сам. Так, но... На кровати чья-то грязь. Может, это его? Нет, он босой. И обувь чистая. И заявлений об увольнении нет. Что-то тут не так. Анна Лейдлер. Л-Е-И-Д-Л-О-Р. Филипп Робсон. Луиза и Сэм Хэмптоны. Хэмптоны. Кто-нибудь ещё присутствовал? Нет, нас было только пятеро. И вы уверены, что туда никто не заходил? Да. Ну что ж. Как вы думаете, что произошло? Это очевидно. Он покончил с собой. Вчера он был сам не свой. Мы должны были насторожиться, ведь мы его давно знаем. Мы вместе ходили в школу. Да он был вдрыск пьян. Откуда мы могли знать? Поведение. Он был не в себе. Он изо всех сил старался развлекаться. Вы можете предположить причину, по которой он это сделал? Нет. Нет. Он упоминал, что потерял работу? Все эти обвинения – чистая ложь. Так вы вместе учились в школе? Кеммерстонская средняя школа. Мы познакомились там. Приехали сюда впервые в 1977-м. Нет. Не переписывай историю. Хотите что-то добавить, Сэм? Он мёртв. Этот парень... Рик, дорогой. Рик. Не думай об этом, Сэм, но... Вот, послушай. Все, кроме Луизы, приехали сюда в 1977-м году. Программа называлась «Просто подключись». Раньше мы едва были знакомы друг с другом. Это изменило нашу жизнь. Великий учитель. Она была великолепна. Мисс Маршал Джудит. Она была молода, страстная идеалистка. И сексуальна. И сексуальна. Джудит была очень сексуальной. Она хотела, чтобы совместные выходные сплотили нас. С тех пор мы приезжаем сюда каждые пять лет. Вы действительно настолько дружны. Можете ли вы мне назвать имя ближайшего родственника погибшего? Разве что Шарлотта, бывшая жена. Шарлотта Томас. Она была здесь в самые первые выходные, но приехал ее отец и увез ее обратно в Хескотт. Хескотт? Шарлотта Томас из Хескота? Отца зовут Исайя Томас? Вы его знаете? Шарлотта Томас. Судебно-медицинская экспертиза Первый этаж прямо за кухней. Ясно. О, ты сегодня невеселая. Я должна быть на рождественской ярмарке, а не здесь. У тебя еще будет такая возможность. Ты поцарапал машину? Что? Конечно, нет. Нет? Ну, надо же. Все думают, что это самоубийство. Он упомянул о работе? Они уверены, что обвинения беспочвенные. Но послушай, ближайшая родственница, бывшая жена Шарлотта Томас, дочь Исайи Томаса. Ты шутишь? Я серьезно. Рик Келсел был женат на члене известной преступной семьи? Это интересно. Остальная свита должна уже была покинуть дом. Говорят, они здесь не были. Если найдешь доказательства обратного, это о многом скажет. Ты уже поняла, что это не самоубийство? Почему вы так думаете? Мобильник был на зарядке. А на кровати грязь. Наверное, там кто-то стоял. Я еще до нее не добралась, но ответ – конечно. Когда мы его осмотрели, стало понятно, что повесили его уже после смерти. А я что говорила? Отчего он умер? Удушение. Оранжевые волокна в носу и рту. А также следы слюны и слизи. Лабораторный анализ это подтвердит. Время смерти? Между часом и четырьмя ночи. Мог ли кто-нибудь зайти через окно? Они заперты. Ключ в тумбочке. Да и отпечатков там нет. Пусть Кенни проинформирует старшего офицера. И всех здесь надо тщательно проверить. Да. Спасибо, Паула. Вы не можете уехать? Вы не имеете права нас заставлять. Вы никуда не уедете. Ваш друг не покончил жизнь самоубийством. Его убили. И вы четверо – главные подозреваемые. Кто приехал сюда первым? Я. В четверг я навещал друга. Его имя? Сид Синклер. Мы познакомились через работу. Я выехал из Кэтфорда и прибыл ровно в 14.30. А в чем заключается работа? Я священник. Был. Сейчас на пенсии. Это абсурд, что убийца – кто-то из нас. Кто дал вам ключи? Мы прячем их снаружи. Есть еще запасные ключи на кухне. Когда приехал покойный? Около 16. Он приехал из дома своего отца в Клеве. Шарлотта желала его смерти. Экс-жена? Да, она не раз это говорила. Это было много лет назад, когда они разводились. Вряд ли она говорила это всерьез. Он ей изменял. Никто из нас не убивал Рика. Но кто-то это сделал. А раз уж мы расследуем убийство, вы должны здесь оставаться до особого уведомления. Это понятно? Никто не покинет остров. Джек, что известно о покойном? Ричард Келсон, или Рик, владел переоборудованной конюшней за 2,5 миллиона. Ничего себе. А также домом в Клеве. Это дом отца. Я не могу связаться с его агентом. Марк, движение по счету и распечатки звонков. В процессе. А Шарлотта Томас? Она живет в Старом Папе. Студия йоги и квартира в Хэскоте. Можешь прислать подробности, Кенни? Я не слышу, как ты киваешь, Кенни. Да, босс, я их сейчас отправлю. Ну, до встречи. Соболезную, моя девочка. Он умер ночью, а сегодня утром его нашла одна из его друзей. Он был здесь вчера. Был здесь? Остался с четверга. Он не мог находиться в доме своего отца. Почему? Ему было там некомфортно. Вспоминать прошлое было слишком больно. У вас есть ключи от его дома? Да. А вы можете нам их дать? Да. У вас с Риком до сих пор были отношения? Нет, к сожалению. Но я бы приняла его обратно. Так странно. Он поцеловал меня в пятницу утром перед отъездом, чего никогда не делал. Он был напряжен. Спасибо. Когда он ушел? Около одиннадцати. Он собирался встретиться с кем-то, но не сказал с кем. Я разговаривала с его друзьями по этим встречам. Это плохая группа. Когда-то они были другими. Кроме Рика. Он никогда не менялся. Филипп был панком и ненавистником общества. Сэм и Луиза хотели открыть собственную школу. У Анны должно было быть много детей от Дэниела. Кто такой Дэниел? Ее бывший парень. Дэниел Рид. Он работал в парке отдыха? Да. Он был на первых выходных. Просто подключись. Я ненавидела эти выходные. Все только и говорили о чувствах и тайнах. Вы не были с ними близки? Нет, после распада брака. Я не понимала, почему они продолжают эти встречи. После одной из них случилось несчастье с Изабель. Кто такая Изабель? Изабель, сестра Луизы. Ее не стало после первого воссоединения в 82-м. Как она умерла? Она поругалась с Риком и уехала. Был прилив. Ей удалось проехать полтора километра, а затем она утонула. Вы часто видитесь со своим отцом? Он живет в доме. И прежде чем вы начнете на что-то намекать, сразу скажу. Я не имею никакого отношения к бизнесу моего отца. Она права. Это болезненно. Зачем возвращаться в место, где кто-то утонул? И почему Луиза ничего не сказала о сестре? Прошло 40 лет. Это не имеет значения. Все актуально, пока не перестает быть таковым. По крайней мере, мы знаем, что в день его смерти что-то произошло. Все говорят, что он вел себя как-то странно. Нам просто нужно выяснить, почему. Кенни, есть новости по делу о домогательстве? Ничего особенного. Ее зовут Элиза Джонс. Я нашла только одну статью. Они были одни, он обнял и поцеловал ее. Он был ее боссом? Это злоупотребление властью. Она говорит, что другим приходилось хуже. Ты говорила с журналистом? Нет. Когда поговоришь, узнай, почему жалоба не была рассмотрена. Я связалась с телекомпанией, но они ждут менеджера, который находится в Нью-Йорке. А что его агент? Пока не отвечает. У нее много клиентов. Скажи мне, когда с ней поговоришь. По словам его бывшей Шарлотты Томас, он должен был встретиться с кем-то в пятницу утром. С кем и где? Но там нет дорожных камер. Он был у своего отца в Клеве со вторника. Поспрашивай там, поговори с соседями. Билли слышал, как Анна и Филипп ругались. Надо выяснить, из-за чего. Я успею переправиться до того, как наступит прилив. Ты остаешься за главного. Доверишь свой ленд-ровер? Они пошли в часовню. Наверное, это нормально, но они там уже 20 минут. А ты чего здесь? Это далеко от комнаты покойного. А ты не подумал проследить за подозреваемыми? Я останусь здесь, ладно? Филипп! Луиза, я ищу Анну. Она все еще там. Луиза, я ищу Анну. Не хотела тебя беспокоить. Но у меня есть несколько вопросов. Мой молодой коллега сказал, что видел, как вы ругались с Филиппом. Из-за чего? Он и Рик поссорились после того, как мы пошли спать. Я не слышала, о чем речь. Рик пытался успокоить Филиппа. Филипп разозлился. А он, в общем-то, никогда не был к этому склонен. Из-за чего вы с Филиппом поссорились? Я спросила его о ссоре с Риком. Он проявил агрессию. Я оттолкнула его. Завтра утром я с Филиппом поговорю. Могу я узнать о вас с Риком? Как я понимаю, у вас были близкие отношения. Но он был моим первым парнем. Это продлилось всего месяц, а потом переросло в дружбу. Вы знали, что Рик провел ночь у Шарлотты в четверг? Серьезно? Она сказала, что он был напряжен. Сам не свой. Вчера я поняла, что он уязвим. Он это скрывал, много пил и слишком громко веселился. Я думала, именно поэтому он извинился. Сказал, что кое-что празднует. Что празднует? Он очистился и собирался продолжить написание книги. Ему не терпелось приступить. О чем книга? Это больше автобиография. О нас, когда мы были молоды, о том, что сформировало нас, о нашей дружбе. Первоначальное название – 1977 год. Он его изменил? Он дал книге новое название. Каким было новое название? 1982. В том году у нас было первое воссоединение. И в тот год утонула Изабель. Вы это знаете? Да. Книга больше о секретах. Каких секретах? Я спросила, но он сказал только, что Луиза хотела знать, почему ее сестра уехала. Почему Изабель утонула? Билли, ты проснулся? Билли! Извините. Ты еще не встал? Копу давно пора быть в форме. Нам нужно ехать в дом Пилигрима. Ты узнаешь, есть ли еще ключи. А мне нужно поговорить с Филиппом. Ну, давай же! Спасибо за завтрак. Я поем по дороге. Ну и наглец. Ну что, вкусно? Да, спасибо, босс. Что-нибудь нашел? Наверху никого. Но вещи на месте. Он оставил свой мобильник. Они, наверное, в часовне. Их нигде нет. Хочешь искупаться? Что? Нет, я не умею плавать. Филипп! Филипп! Одевайся, Филипп! Нам нужно поговорить наверху, в доме. Мы будем ждать там. Пошли. Вы делаете это на всех встречах? Купаетесь? Нет, это в первый раз. Это вы так празднуете смерть друга? Это было ради него. Он любил это. Думаю, именно поэтому Рик выглядел моложаво, несмотря на то, что пил. Он был мне как брат. Просто не такой коммуникабельный. Поэтому вы с ним поругались после того, как все пошли спать? Да, это ерунда. Это из-за его книги 1982-й? Как видите, я много чего знаю. Я считал, что это спекуляция. Почему? Он хотел нажиться на смерть Изабель, продать больше книг. Как вы думаете, ее смерть – это несчастный случай? Конечно, это был несчастный случай. Вода поднялась высоко, произошла трагедия. Кто еще здесь был в 1982-м? Кроме Изабель, я, Рик, Сэм с Луизой, Анна и Дэниел. Дэниел Рид? Да. У вас есть с ним связь? Нет, когда он расстался с Анной, мы выбрали ее. Рик был этому рад. Простите, надо ответить. Да? Я встретился с агентом Рика. Они должны были встретиться сегодня утром. Она не знает, что он умер. Я ничего не сказал. Будь осторожнее, когда говоришь это. Ну, босс... А еще, Эйден, разыщи его книгу. Хорошо. Мы закончили? На данный момент. Извините, но я взяла лекарство только на два дня. Все хорошо, я в полном порядке. Не в порядке. Через три часа тебе станет плохо. Можете съездить. Но мне еще нужно поговорить со всеми вами. Не задерживайтесь. Мы подбросим тебя до деревни. Вы останетесь на острове? Да, Усида, моего друга. Возможно, это и так. Но Анна Лейдлер сказала, что книга о них. И девушке, которая погибла. Так что нужно проверить всех, кто был на воссоединении в 1982. Я отправлю список. Хорошо, мэм. Как дела в телекомпании? Говорят, в выходные им не удастся ни с кем связаться. Мне плевать, что сегодня воскресенье. А мне нет. Кенни, прошу тебя, проверь финансы Шарлотты Томас. И, Джек, прежде чем я отключусь, обзвони все пабы и гостиницы на острове. Пусть они составят список всех, кто заходил к ним в пятницу вечером. Хорошо. Ой, найди себе стол, Билли. Извините. Не путайся под ногами. Да. Есть новости, Джек. В пабах были только постоянные клиенты. Не сюда. Извините. Несколько туристов остались с ночевой. Жду информацию об одной женщине. Хорошая работа, Джек. Эйден, агент тебе дал книгу? Только первую главу. Он сказал, Рику не терпелось ее закончить. Был очень воодушевлен. Он упомянул утонувшую девушку? Нет. Это было нечто более личное. Хорошо. Звонила Паула. Вскрытие закончено. Ну что ж, давай поедем. Остальное расскажешь по пути. Кенни, позаботься о Билли. Молоко и две ложки сахара. Его задушили, а повешение было инсценировано. Много пил при жизни. Он крепко спал, когда это произошло. Ни одна из женщин не смогла бы его поднять. Сэм тоже. Должно быть, это был Филипп. Их могло быть двое. Или все они. А что насчет грязи напокрывали? Никаких опознавательных следов. Они подчистили за собой. Но, судя по хлопковым нитям, мы знаем, что это был кто-то очень сильный. А кто-то стоял и держал его. Так точно. А более точное время смерти? Между часом и тремя ночи. На остров можно добраться с материка до двух ноль-ноль. Опросите полицейских в округе. Может, кто-то что-то видел или слышал на дороге. Спасибо, Паула. Я не закончила. На халате и подушке была только его ДНК. Но есть еще кое-что. Нашли у него в комнате. Но это не его отпечаток. Это... Одна прядь волос на пижаме мистера Келсона. И соответствует она ДНК Луизы Хэмптон. До интервью с Луизой осталось пять минут. Есть что-то новое? Распечатки звонков пришли. Я проверил номера. Вот этот Луиза. Смотрите. Спасибо, Марк. Кенни, что насчет соседей дальше по дороге? Некоторые слышали, как машина выезжала с острова в час ночи. А кто-то приехал десять минут спустя. И то, и другое может быть важно. Попробуй их отследить. Хорошо. Как насчет загадочной женщины в пабе? Есть данные? Пока ничего. Отчет о смерти Изабель Холл. Ничего подозрительного. Офицер этот случай хорошо запомнил. Что он имел в виду? Странно, что она съехала с дороги. Но она ушла добровольно. Никаких наркотиков. Что имел в виду Рик? Когда сказал, что расскажет правду о том, как она погибла. Луиза Хэмптон ждет. С ней мужчина. Ему придется подождать снаружи. А что насчет девушки, которой он якобы домогался? Там все очень мутно. Никакой реакции от журналиста. Продолжай попытки. Билли, подними трубку, если телефон зазвонит. Это важно. Да, мам. Спасибо. Извините, я должна была сказать, что говорила с Риком. Да, должны были. Сэм не должен был знать. Почему? Мы говорили о нем. Я не справляюсь. Я не могу присматривать за ним одна. А сиделку мы не можем себе позволить. Я спросила, сможет ли Рик заплатить. И что он ответил? Что он переведет деньги завтра. Знаете, что я подумала, когда он умер? Что он больше ничем нам не поможет. Ваши волосы были на его халате. Я была расстроена. Он обнял меня. Это все. Мы были друзьями. Сэм знал, что он тебя обнял. Он уже не тот, каким был. Деменция сделала его неуверенным в себе. Позвольте спросить вас еще кое о чем. Почему вы не сказали, что ваша сестра погибла на первом воссоединении? Это долгая история. Рик сказал Анне, что собирается раскрыть правду о том, почему она утонула. Это Анна сказала. Он был пьян. Играл в детектива. Никакого секрета нет. Она уехала и утонула. Мы знаем, что она поругалась с Риком перед тем, как уехать. Из-за чего была ссора? Думаю, она заигрывала с ним. Флиртовала. Она флиртовала с Сэмом, Риком и Филиппом. Сэму понравилось? Нет. И это ее разозлило. Единственный мой друг, который не запал на нее. Сэм хочет поговорить с вами. О чем? Он хочет кое-что сказать. Говорит, что видел кого-то в пятницу. Кого вы видели? Вы сказали Луизе, что видели кого-то. Шарлотту. За окном. Незадолго, до 22.00, она наблюдала за нами. Шарлотта Томас? Вы уверены? Я знаю, как выглядит Шарлотта. Она исчезла, как только увидела меня в окне. Но я заметил ее. Почему вы не сказали этого раньше? Я пытался. Я сказал, что это Шарлотта. Шарлотта убила его. Ну что ж. Сэм Хэмптон утверждает, что там была Шарлотта Томас. Если она была там, то мы имеем дело с очень опасной семейкой. Отца, Исайо Томаса, подозревали в контрабанде наркотиков и оружия на северо-востоке страны. Он использовал несколько компаний для отмывания денег. Жена и двое сыновей мертвы. Остались Шарлотта и Элли. Он переехал в дом престарелых два года назад. Что мы еще о ней знаем? Она разорена. Студия Йоги дышит на Ладен. В августе в дело вмешался Рик с деньгами. У нее задолженности по восьми кредитным картам. Могла ли она быть в звезде? Джек, отправь это фото в паб. Нельзя всецело верить Сэму. Если ее опознают, мы ее разыщем. Босс, запись дорожной камеры автомобиля Рика. Мы знаем, где он был в пятницу утром. Парк отдыха Рид? Что он там делал? Я бывал здесь в детстве. Караваны, двухместные палатки и беговые дорожки. Вот уже четыре года он признается лучшим курортом на северо-востоке Англии. Это объясняет их ценник. Это ужасно. Он был здесь в пятницу. Что случилось? Я не могу сообщить вам подробностей, но мы считаем его смерть подозрительной. Что? Я понятия не имел. Не хотите кофе? Не откажусь. Да, не откажусь. Да, пожалуйста. Зачем он сюда приезжал? Двое старых друзей захотели встретиться без... Без чего? Без ведома Анны. Он и Анна были близкими друзьями. Это было сложно. Даже спустя такое долгое время. Сахар? Нет, спасибо. Просто с молоком. Обоим. Настоящие друзья могут продолжить с того места, на котором остановились, даже если прошло много лет. Так было у нас с Риком. О чем вы говорили? Об этом месте, о старых добрых временах, о том, что нам уже по 60. И у вас болит в местах, о существовании которых вы не подозревали. Мы слышали, что он был напряжен в пятницу. Вы это заметили? Да, возможно, так и было. Он сказал, что работает над новым проектом. Над книгой? Да, все верно. Не могу себе это представить. Он ненавидел писанину со школы. Дэниэл, нам пора. Это моя жена, Кэтрин. Мы не нуждаемся в представлении. Я знаю госпожу Уилмор. Прошу прощения, но мы с Дэниэлом опаздываем на обед. Конечно, конечно, мы уже уезжаем. Спасибо, что уделили нам время, мистер Рид. Зовите меня, Дэниэл. Почему никто не сказал, что он женат на начальнике полиции? Я ее не узнал. Она тут недавно, но эффектная, несомненно. Она не боится быть непопулярной. Я бы не хотела перейти ей дорогу. Она мне показалась милой. Кенни? Хорошо. Я передам ей. Кенни поговорил с адвокатом Рика. Недавно он изменил свое завещание. Он ждет нас в офисе в Кливе. Поехали. По новому завещанию он отдает треть Шарлотте, треть Анне Лейдлер, а треть к ангелам столь рано. Это еще что? Благотворительная организация. Он сказал, почему? Он не уточнил. Я думаю, он сломался. После чего? Смерть отца. Ему следовало убраться в доме после доктора Келсона. Два года назад. Он этого не сделал, и ему от этого было неловко. В завещании было требование уничтожить содержимое офиса. Уничтожить? И Рику пришлось это сделать. Рику? Зачем? Его отец работал врачом общей практики. Вел личные записи и, вероятно, никому больше не доверял. Извините, но теперь никто не может ничего уничтожить без моего одобрения. Сколько стоит треть владений? После вычета налогов? Около полутора миллионов. Возможно, Рик и Шарлотта потеряли ребенка, и это объясняет его завещание. Думаешь, кто-нибудь из них знал о наследстве? Возможно. Если бы Шарлотта знала, она была бы этому очень рада. Ему пришлось заплатить за нее в августе. Возможно, он думал, что с нее достаточно. Но все равно полтора миллиона фунтов стерлингов. Возможно, был мотив. Дела идут плохо. Ей грозит опасность потерять все. Надо изучить финансы Анны Лейдлер. Это Билли. Что на этот раз? Бармен подтвердил, что Шарлотта была там в пятницу вечером. Была? Шарлотта? Шарлотта? Алло! Шарлотта? Шарлотта? Что-то не так. Эйден! Эйден! Был ли это несчастный случай? Она была пьяна, когда мы видели ее в последний раз. Наверху много пустых бутылок. Я думаю, в этом замешан еще кто-то. Посмотри сюда. Есть следы борьбы. Возможно, ее сбросили. За что ее убили? И что она делала в пабе на Святом Острове? С кем-то встречалась? Можно? Что? Она была одна. Пришла в семь. Отсутствовала между девяти и десятью. Вернулась расстроенной. Ушла в одиннадцать, и ее видели спящей в машине. Почему она уснула? Якобы выпила четыре больших бокала вина. В час ночи ее уже не было, когда барменша ушла. Молодец. Хвалю. Как основательно. То есть ее не было час? А когда Сэм ее видел? Незадолго, до десяти. Все сходится. Но почему она не постучала и не попросила впустить? Потому что морозилась. Буквально. Переживала за Рика. А он пел и смеялся. И Сэм увидел, что она смотрит. Что если она увидела что-то еще? Кого-то еще. Я хочу знать алиби всей компании друзей на момент убийства Шарлотты. Панк-священник еще на острове? Панк-священник? А, да, Филипп и его друг. У меня есть адрес. Так, и как зовут друга? Ты его пробил по базе? Нет. Почему? Я не знаю как. Марк? Иди сюда, покажу. Его зовут Сид Синклер. Проверим также Энни Лейдлер. Что там у нее с финансами? Четыре тысячи фунтов стерлингов, недвижимости нет. Она живет над магазином в Киммерстоне. Может, мотив наследства? Только если она знала о завещании. А что по Элайзе Джонс? Пробираюсь через дерби. Что сказал журналист? Молчит категорически, отказывается разглашать источник. Ну так вы пишите ордер. Арестуйте, если надо. Рик сказал, что обвинения в домогательствах против него были сняты. Но откуда нам знать? Ниоткуда. Узнаем, если найдем Элайзу Джонс. Агент Рико прислал первую главу его книги. Довольно. Что? Друг Филиппа умер два года назад. С кем он тогда живет? Выясняю. Мэм, суперинтендант Уоткинс. Голос очень недовольный. Он вечно недоволен. Нужно сообщить ближайшим родственникам Шарлотты. Найдите адрес Исаи и Томаса. Хорошо, мэм. Сэр. Зачем вы беспокоили комиссара полиции дома? Простите, сэр. Я должна сообщить Исаи Томасу, что его дочь мертва. Сэр. Он имеет к этому отношение? Его дочь была замужем за Риком Келселом. Не надо больше его беспокоить дома. Вам ясно? Ни у кого нет вольной от тюрьмы, сэр. Я не это имел в виду. Просто не привлекайте. Лишнее внимание. Дом престарелых Торнтон-Фолли. Сэр, у нас плохие новости. Насчет вашей дочери Шарлотты. Она умерла вчера вечером при подозрительных обстоятельствах. Я передал ей папу Хэскотт. И больше мы не общались. Допрыгались по делам. Ее бывший муж Рик тоже недавно умер. При подозрительных обстоятельствах. Он оставил ей треть имущества. А еще треть. Фонду СВДС. Шарлотта теряла ребенка. Ребенка? Она не хотела детей. Боялась растолстеть. Рик тоже мертв. Все лучше и лучше. Теперь мы получим наследство. Если она оставила завещание. Должна была, когда я отдал ей папу. Во всем всегда есть свои плюсы. Спасибо. Спасибо. Хот-дог. О, спасибо. Говорил с Марком. О Филе и о том, где он. Ничего нового. Ужасно жаль Шарлотту. У нее не было шансов. Она отстранилась от семейного бизнеса. И от нее отреклись. Убийца тот, кто больше всего выиграл от этого. И это Энни. А, ну, сейчас ее и навестим. Мне кажется, она что-то скрывает. Как рукопись? Знаешь, довольно трогательно. В четверг вечером я планировала сбежать подальше от страданий. Но тут появилась мисс Маршалл, моя учительница, едва ли старше меня. Состоялся разговор за закрытыми дверьми. Когда они вышли, я узнал, что еду на Святой Остров, в Онли Коннект, в составе группы неудачников-одиночек. И это... Это все изменило. Он пишет об Онли Коннект. Да, почему он изменил название? Что случилось в 1982-м? Умерла Изабель. Это мы уже знаем. Но я не говорила про секреты во множественном числе. Там что-то еще нам не договаривают? Все нормально. Просто потрясена. Зайдем в дом, присядем. Идемте. Она попросила меня прийти в паб. Хотела быть в компании, неважно с кем. Мы особо не дружили. Мы вчера посетили адвоката Рика насчет завещания. Вы с Шарлоттой, его главной наследницей. Я? Он оставил вам миллион шестьсот тысяч. Какое безумие. А еще одну треть. Фонда CVDC. К ангелам Столерана. К ангелам Столерана. Не знаете, почему? Он знал кого-то, кто потерял ребенка? Это я. Моя дочь Фрея. Умерла 5 ноября 1982. Соболезную, милая. Наверное, да? За месяц до первой встречи воссоединения. Я не хотела идти, но Рик сказал, мне нужны друзья, и Дэниелу тоже. Я была опустошена. Хотела спрятаться от всего мира. Делала это практически все выходные, но потом... Умерла Изабель. Сколько лет было вашей дочери? Фрея было три месяца. Мы ее не планировали, но новость нас очень обрадовала. Мы жили в старом трейлере. Дэниел постоянно работал. Его отец был на грани банкротства. И вы были совсем одна? С младенцем в трейлере? Тяжело пришлось. Я была просто измотана. Стеснена. Одинока. Постоянно. Уставшая. Что случилось? Я уснула. Не поставила будильник на ночное кормление. Думала, она разбудит, но нет. Она умерла ночью. Я могла ее спасти. Нет, милая. Отец Рика сказал, такое случается. Младенцы просто умирают. Я годами себе корила. И до сих пор корю. Сочувствую. Я только об этом и думала. Мы не смогли пережить горе. Расстались на следующий год. Без Рика я бы не справилась. Он был чудесным другом. Соболезную, милая. Энни. В 82-м ничего больше не случилось? Кроме смерти Фреи и Изабель? А что? Этого мало? Энни Лейдер родила ребенка от Дэни Лорида в 82-м. К сожалению, он умер за месяц до первой встречи воссоединения. И, увы, горе усугубилось смертью Изабель. Мэм. Что? Я выяснил, у кого жил Филипп. Кого? Джудит Синклер. Марк. Мэм? Девичья фамилия. Маршал. Джудит Маршал? Да. Это не учительница, которая отвезла их в «Онли Коннект». Почему она не сказала об этом? Встречусь с журналистом. Он считает, здесь что-то нечисто. Мэм, я кое-что нашел. Номер Джудит Синклер в журнале звонков бывшего викария. Он звонил ей незадолго, до полуночи в пятницу. Вот как? Пришел отчет о вскрытии Шарлотты. Содержание алкоголя низкое, возможно, остаточное с вечера. Отпечатков нет, от них избавились. Умоляю, скажи, что есть «но». Но она нашла ДНК под ногтями и пробила ее... Да. ...по базе. Здравствуйте. Старший инспектор Стэн Хоуп. Полиция Норт-Амберлинда. Мне нужен Филипп. Конечно. А сержант Хилли допросит вас. Хорошо, проходите. Спрошу вас еще раз. Из-за чего вы с Риком поссорились в пятницу вечером? Он сказал, что Джудит умолял его переспать с ней. Но это неправда. Он собирался написать об этом в книге. Я и вскипел. Он догадался, что мы были вместе и решил меня подразнить. В первые же выходные Рик начал крайне неуклюже заигрывать. Я отправила его спать. Одного. Ничего не было? Конечно, нет. Я была их учителем. Мы пили вино, но он меня не интересовал. Зато вас заинтересовал Филипп. Нет, пока он был моим учеником. Мы начали встречаться два года спустя. Джуди хотела просветить мир, а я хотел сжечь его дотла. Поэтому она порвала со мной. Мы сошлись снова годы спустя, после смерти Сида. Сида? Ее мужа? Алиби, о котором вы соврали. Да, простите. Мы не хотели разглашать у Джуди двое детей, которые потеряли отца. Я планировала приехать в субботу. Мы собирались вместе рассказать им, с чего все началось. Но Филипп позвонил около полуночи и все отменил. Я не хотел, чтобы на Джуди подтрунивали. Да, я злился на Рика, но я бы не стал его убивать. Я любил его. Расскажите об Изабель Холл. Слышала, она любила позаигрывать. Это так? Она со всеми заигрывала. А когда ее отвергали, еще больше начинала. Я так понимаю, вы ее не любили. Мягко говоря. Не знаю, что она там делала. Я ее почти не видел. Все держались особняком. Энни все время сидела в своей комнате. Изабель встречалась с Риком, поэтому они ссорились? Она была ему неинтересна. В то время он был счастлив с Шарлоттой. Нет. Касательно ссоры, он лишь сказал, что Изабель... Его раздражают, но не сказал, почему. Он лишился работы из-за вашей лжи. Ждите, я сейчас. Мэм, я с журналистом. Он ополчился на Элайзу из-за ее матери. Думал, так история получит больше огласки. Кто это Элайза? Дочь комиссара полиции. Дочь Кэтрину Илмор? А почему она ничего не сказала? Черт! КОНЕЦ! ПОДПИСАЛИСЯ! У меня был неудачный день. Я накосячила, на меня накричали. Рик увидел, что я плачу, и отвёл меня в кабинет, чтобы поговорить наедине. Именно тогда он позволил себе лишнего. Он просто обнял меня, пытался подбодрить. Но Майкл, журналист, и ещё один стажёр увидели нас и сказали, что это ужасно. Я не хотела, чтобы они решили, что ко мне особое отношение, и что я получила работу благодаря знакомству Дэниела и Рика. Так, значит, вместо того, чтобы сказать, что Рик – друг вашего отчима и проявил доброту, вы позволили другим думать, что он злоупотребляет своим положением? Нет, нет. Майкл сказал, что Рик вёл себя так и с другими. Просто неприлично. Но никто из них не осмелился об этом рассказать. И если я выскажусь за остальных, это будет правильно. Значит, обвинение в газете основано лишь на словах Майкла? Да. Ему нужен был этот скандал. Мама узнала, что если он не напишет об этом, лишится работы. Почему вы не сказали правду? Мама хотела всё замять. Чтобы никто не узнал о лжи её дочери. Не я соврала, а Майкл. Но вы повторили его ложь и ничего не сделали. Из-за вас Рика уволили. Мама обещала разобраться, всё исправить. Поэтому Рик здесь был в пятницу? Да, он звонил за неделю до этого, но мама повесила трубку. Вот он и приехал. Она просто хотела, чтобы я извинилась перед ним. Они с мамой написали совместное заявление, и он пообещал его опубликовать. Простите, мэм, туда нельзя. Вам назначено? Теперь да, мэм. Всё хорошо. Иди, спасибо. Я знаю, как связаны ваша дочь и Рик Келсел. Я только от неё. Я знаю, зачем он приезжал к вам. Старший инспектор, вы вмешались в расследование убийства и утаили очень важную информацию. Почему же, мэм? Чтобы выиграть время и понять, как это уладить. Насилие над женщинами и девушками сексуальное, физическое, эмоциональное. Всю свою карьеру я всеми способами борюсь с этим. Когда женщины идут с ложными обвинениями в полицию или прессу, это затрагивает многие тысячи других с законными обвинениями. Вы понимаете, насколько сложнее настоящим жертвам высказаться, и чтобы им поверили? И насколько проще мужчинам, которые любят домогаться женщин? Вы должны были вмешаться, как только поняли, что дочь соврала, а не скрывать это. Мне нужна копия вашего с Риком заявления для прессы. И алиби на момент обеих смертей, мэм. Пожалуйста. Кенни, проверь, пожалуйста, алиби Кэтрин Уилмор и ее дочери. Хорошо, мэм, хорошо. И ее мужа заодно. Мэм, в ноутбуке Шарлотты деловое предложение, отправленное на следующий день после смерти Рика насчет центра йоги в парке Рида. Деловое предложение? Согласно журналу звонков, она дважды говорила с Ридом после смерти Келсела. Один разговор длился шесть минут, другой – тридцать одно. Хорошо, что мы проверяем его алиби. Билли, ты выяснил, есть ли еще ключи от дома паломника? Нет, я забыл. Забыл? Я же давно просила. Да, но потом они пошли купаться. И вид голых стариков вызвал у тебя амнезию? Я ожидаю большего от своих подчиненных. Когда я прошу о чем-то, это нужно сделать, ясно? Да, мэм, простите. Так иди, выясняй. И чтоб в последний раз. Мэм, свидетельство о смерти Фреи Рид, подписанное доктором Келселом. Вскрытия не было, разве это не странно? Тогда при CVDC не проводили вскрытие. Но он все равно должен был его запросить. Он ведь был другом семьи. Наверняка запросил. Адвокат ведь сказал, что доктор Келсел вел личные записи. Верно, мэм. Что если Рик нашел что-то, разбирая вещи отца? Возможно, это еще там. Джек, Марк, отправляйтесь в дом в Клифф. Просмотрите документы доктора. Нет ли там чего интересного? Старший инспектор, пройдемте в ваш кабинет. Немедленно. Есть. Как вы посмели впутать мисс Уилмор? Мисс Уилмор сама себя впутала, сэр. По долгу службы я должна изучать каждую зацепку, иначе это халатность. Я понимаю, что... Возможно, есть прямая связь между комиссаром и Риком Келселом. А за последние два дня произошло еще одно убийство. Люди не должны думать, что мы не справляемся. Верно, сэр? Вы ведете опасную игру. Не я одна. Что? Майкл, подмени. Слушаю. Мы по поводу Шарлотты Томас. Убийство? Кэтрин сказала, что она умерла, но я и не знал. У меня пара вопросов к вам. Пройдемте в дом. Да, конечно. Эйден. Как мы понимаем, Шарлотта обратилась к вам с деловым предложением. Да. Видимо, надеялась, что я пожалею ее из-за смерти Рика. Но предложение было невыгодным. Я собирался сказать ей об этом чуть позже. Не могу не спросить насчет Фреи, соболезную. Терять ребенка ужасно. Да, худшего горя я не испытывал. Энни так и не простила себя. Отец Рика подписал свидетельство о смерти, но не запросил вскрытие. А вы? Нет. Ричард, доктор Келсел, сказал, что оно не нужно. Что в таком случае Фрею вскроют, и это будет ужасно. Простите. Гроб был таким маленьким. Крошечным. Вы не думали, что с ее смертью что-то не так? Нет. Мы с Энни были убиты горем. Все было не так. Ричард был мне как отец, даже ближе родного отца. Если бы не он, я бы опустил руки. Да, хуже ничего просто нет. Простите. Наверху нет, я везде посмотрел. Даже под ковром. Мэм, мы нашли дневники доктора, кроме как за 82-й год. Что делать? Вы везде искали? Его здесь нет, мэм. Думаю, именно этот дневник и искал Рик, поскольку подозревал, что там есть нечто интересное для его статьи. То, о чем нужно написать. Поэтому он и изменил название. И где же он? Не в доме паломника, иначе Пола бы нашла его. Да. Джек, пусть криминалисты обыщут его машину. Хорошо, мэм. Такое чувство, что Дэниел Рид кого-то покрывает. Энни? Может, он хотел ей что-то сказать? Нечто, что ее бы расстроило. Поэтому и извинялся перед ней. Думаете, он узнал о смерти ребенка? Позвони, Джек. Пусть обыщет квартиру Шарлотты. Именно туда Рик и отправился, покинув дом отца. Есть разговор, милая. Говорите все при мне. Я не уйду. Насчет смерти Фрейи. Хорошо. Была ли причина, почему вы отказались от вскрытия ребенка? Доктор Келсал и Дэниел сказали, что это не нужно. Я и послушала их, так как была не в себе. К чему этот вопрос? Не видите, как ее это расстраивает? За что Рик постоянно извинялся в пятницу? Вы сказали, несколько раз извинился. Что за намеки? Он изменил название книги. Сказал, что раскроет секреты. Один из секретов касался смерти Фреи. Намекаете, что я сделала что-то ребенку? Нет. Просто никто не знает, из-за чего она умерла. Я не убивала своего ребенка. Энни, иди наверх, я выпровожу их. И я не закончила. Закончили. Иди, Энни. Вам нравится мучить Энни? Мы должны были спросить ее об этом. Подобные вопросы неуместны и крайне неприятны. До того, как я открыла магазин, я была юристом по уголовному праву. Никаких больше вопросов вне участка и без ее адвоката. Я поняла, милая. Марк, вот он. Мэм, я проверил алиби, как вы и просили. Мисс Уилмор и Элайза были в СПА в пятницу. В понедельник на работе многие это подтвердили. Дэниел отчитался, где он был в понедельник, а в пятницу он ездил в Эдинбург. Заночевал в отеле. Проверь, так ли это? Хорошо. Мэм, предложение Шарлотты у вас на столе. Спасибо, Кенни. Билли не вернулся? Я его с утра не видел. Помяни черта. Где ты, Билли? В доме паломника, мэм. Здесь был еще один комплект ключей, но он пропал. Я жду смотрителя, скоро должен приехать. Мы должны были узнать это еще три дня назад. Да, мэм, простите, мэм. Простите, мэм, простите, мэм. Теперь это твоя коронная фраза. Эйден, подойди. Деловое предложение – полная чушь. Дилетантский бред. Полный отпечаток. И цифры не сходятся. Зачем Дэниелу Риду встречаться с ней из-за такой глупости? Он занятой человек. Но все же он дважды разговаривал с ней по телефону и назначил встречу. Из-за смерти Рика? Мэм, вы были правы. Дневник доктора Кэлсела был у Шарлотты. Прочтите запись за 8 ноября. Дэниел убил своего ребенка. Случайно, видимо. Но все же убил. И доктор Келсел скрыл это. Он боялся, что Дэниел покончит с собой. Две машины, которые слышали утром в субботу. В одной из них была Шарлотта. Она уезжала с острова. А вдруг она увидела машину, ехавшую в другую сторону? Они должны были встретиться на дороге. Думаю, она увидела Дэниела Рида. Билли, ну что еще? Мэм, вы чего? Билли. Билли. Билли в беде. Кенни поговорил со Смотрителем. Когда он приехал, Билли уже не было. Тогда где он? Набери еще раз. Джейкоб? Ну как, нашли? Нет, заглянул внутрь. Дом был заперт. И в пабе проверил, тоже нет. Машина же здесь. Он где-то поблизости. А что насчет запасных ключей? Для риэлтора дом продается. Они были спрятаны за углом. Они пропали, но потом их вернули. Ладно. Разделитесь и начинайте искать. Отслежу его телефон. Кенни. Мэм, я позвонил в отель, в котором останавливался Дэниэр. Он зарегистрировался, но ключ картой воспользовался только в 4.45 утра. Билли. 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 Где ж ты, сынок? Где ты? Я нашла его телефон. Нашла его телефон. Это его? Аж зря я отправила его одного. Мэм, Кенни звонит. Дом паломника покупает Дэниэл Рид. Он знал о ключах. Это значит, кто-то попал в беду. Он не умеет плавать. Расступитесь. Расступитесь. С дороги. С дороги. Марк, найди лодку. Хорошо, мэм. Это в нем вы тогда жили? С Энни и ребенком. Да. Сохранил на память. Хорошее место. Ага. Слушаю, инспектор. Старший инспектор. Ну и денек. Не верится, что вы в одиночку справились. Ну, знаете, если что-то задумать... Нет, я про умерших. Шарлотту, Рика и Фрею. Это вы их убили. И, возможно, полицейского Биллингтона. Серьезно? Это все я? Доказательства есть? Нет. Говорят, вы потеряли хватку, стали небрежные. Но мы все же нашли ДНК под ногтями Шарлотты. И поскольку вас нет в базе, мы не подтвердили, что она ваша. Пока что. Зачем мне убивать Шарлотту? Потому что она видела, как вы приехали на остров в ночь смерти Рика. А деловое предложение было лишь вялой попыткой шантажа. И зачем же мне убивать своего друга Рика? Рик нашел дневник вашего отца. Он узнал, что вы убили свою дочь. 8 ноября. Вы сказали доктору Келселу, что дали ребенку снотворное, чтобы дать Энни отдохнуть, с ваших слов. Здесь так написано. Я не хотел. Я был опустошен. Доктор Келсел увидел это и пообещал уладить. Но все эти годы вы позволяли Энни считать, что виновата она. Значит, в пятницу Рик сказал, что откроет ей правду? Нет, он бы не посмел. Он слишком боялся ее реакции. Но он сказал, что напишет об этом в книге. Так? Он даже изменил название на 1982. Что ж, я столько сил вложил в это место, что не мог позволить вскрыться правде. Он не оставил мне выбора. А убийство Шарлотты оправдываете тем, что она вас шантажировала? Она была не настолько умна. Как и вы, как выясняется. Поговорим об Изабелле. Что она делала на встрече воссоединении? Филипп не знал. Энни сидела в своей комнате и горевала. Сэм был с Луизой, поэтому остается вопрос. Где были вы? Я думаю, вы были с Изабель. Она сама напросилась. Я сопротивлялся, но... Понимаю, вы страстный мужчина с потребностями. Да, и она была красоткой. Я не знал, что она съедает в море. Если вам нужен виновный, вините Рика. Да, он разозлился на нее. Прогнал с острова. Я не просил его об этом. Нет, он сделал это ради Энни. Ведь пока вы ей изменяли, она оплакивала потерю ребенка, которого вы убили. А мой подчиненный чем вам не угодил? Его жизнь сейчас на волоске. Он узнал вас, когда вы приехали вернуть ключи? Он начал задавать вопросы. Я не планировал его трогать. О, не прибедняйтесь, не надо. Конечно, планировали. Вы оставили раненого человека на дороге во время прилива. Что ж, на этом все. Еще нет. Отдайте дневник. Дневник? Нет, нет, не просите. Это улика. Это была не просьба. Зря вы приехали одна. Я же говорил. Небрежность. С чего вы решили, что одна? Брось топор, Дэниэл. Полиция! Не с места! Брось топор! Не с места! Дэниэл Рид, вы арестованы за убийство Ричарда Келсела и Шарлотты Томас, а также за покушение на констебля Биллингтона. Дэниэл Рид оформлен. Есть новости о Билли? Прости, зайка. Прости. Прости. Сара. Рэйчел, держи. Это для Билли? Боже, нет. Я купил чайную ложку. В качестве шутки. Ну что, не ждали? Билли! Привет! Привет! Рад тебя видеть. Как ты? Все хорошо? Я тебе. Да. Билли! Зачем пришел? Ты же на больничном. Ну, не мог же я пропустить тайного Санту? С Рождеством, мэм. Билли, он на той тайной. Понимаешь? Простите, мэм. Откроете? О, спасибо, Билли. Иди сюда. Открой свой подарок. Да. Не обессудь. Надеюсь, что-то стоящее. Я тут провел расследование и выяснил, что ты лучше всех. Кенни, завари-ка чайку. И для Билли тоже. Кайли. Субтитры создавал DimaTorzok